Здравствуйте, товарищи зрители! А вы знали, что самый полезный продукт для кишечника есть у каждого из вас под рукой? Просто вы не знали, что он так полезен? Возможно, вы избавитесь от вздутий, газов, болей в животе, если учтете данную информацию, которую я вам сейчас расскажу. При любом воспалении в ЖКТ, от гастрита и язв до болезни крона, это средство вам поможет. Вот скажите, что назначают врачи при различных воспалениях кишечники, при разных проблемах с ЖКТ? Антибиотики. А антибиотики, между прочим, не убивают все патогенные, вредные бактерии. Оставшиеся в живых становятся только крепче и более устойчивыми к любым антибиотикам. Тогда они станут крепче и принесут еще больше вреда для здоровья. А ученым приходится создавать все новые и новые виды антибиотиков, более сильные, новых поколений. Но как вы думаете, они имеют негативные побочные действия? Или они полезные и так необходимы в таком масштабном применении? А вы представляете, как они влияют на печень и почки? И сразу другой вопрос возникает. А полезные бактерии, антибиотики убивают или только как-то чудесным образом избирательно, только вредные? По-моему, ответы очевидны. И это, поверьте, только вершина проблем. И как же хорошо, что сама природа дала нам уникальное средство. Растение, крестоцветное. И это белокочанная капуста. Ну, казалось бы, что в ней особенного? И как она может конкурировать с антибиотиками? Легко. В ней есть много уникальных веществ, о которых я сейчас вам расскажу. Которые снимают воспаление и подавляют вредные бактерии. А полезным, напротив, дают пищу. И это средство, как вы понимаете, не имеет негативных побочных воздействий. Итак, белокочанная капуста содержит в своем составе вещество глутамин. Это аминокислота, которая просто необходима для кишечника. По сути, это иммунитет кишечника. Это топливо и защита для полезных бактерий. Это защита слизистой кишечника. Помните, аутоиммунные реакции, воспалительные процессы, вредные бактерии проделывают перфорации в защитном тонком слое слизистой кишечника. Так разрушается и защитный барьер. И не полностью переваренные питательные вещества попадают в кровь, а далее во все клетки нашего организма. Обязательно при разных проблемах с ЖКТ надо принимать глутамин. И, конечно, обязательно есть капусту. Ну, а еще лучше капустный сок. Это уникальное средство, которое борется с практически любыми воспалениями в кишечнике. Можно пить от одного стакана и до трех-пяти. Начните с малого, посмотрите реакции. Но только ни в коем случае не ешьте ничего сладкое в этот период. Ну, чтобы не было брожения и вы не сказали, что капустный сок не помогает. Он всегда поможет, если только капуста органическая, не пойми какая и откуда, а натуральная, выращенная на здоровых почвах. Ну уж можно такую найти в качестве лечебного средства. И так ни с чем сладким не смешивать. В капусте также есть витамин У. Он защищает от эрозий, воспалений, усиливает воздействие глутамина. И они друг друга усиливают взаимно. Более того, есть еще вещество в капусте под названием сульфарафан. Я подробно несколько лет назад об этом рассказывал, говоря о уникальной другой капусте, брокколи. Вы потом посмотрите это видео мое. Ссылку я оставлю на него под этим видео в описании. Это мощнейший антиоксидант и заживляющее регенерирующее средство. Ну и конечно в капусте есть витамин С. Конечно, не так много как надо нашему организму. Но все же помните, что при дефиците витамина С возникают перфорации. Защитная сила, иммунитет кишечника падает. Поэтому я рекомендую обязательно принимать грамм, один грамм витамина С в сутки. Из еды столько, конечно, не получить. Тем более современной еды. И хочу напомнить, что есть липосомальный витамин С с КПД-усвоением близким к 100%. Посмотрите мое видео про липосомальный витамин С и ссылку на него, а также на этот конкретный витамин я оставлю вам тоже под этим видео. Да, в конце видео я перечислю вам дополнительные защитные меры. А вот что вызывает воспаление в кишечнике? Какие продукты вредны для него? Ну, конечно, это практически все злаковые. Поскольку они содержат в себе глютен. И не только его, а и другие лектины. Это такие растительные белки, которые вызывают воспаление. Безусловно, соя и все продукты из нее. Тем более, что в основном она сейчас генномодифицированная. Естественно, алкоголь. Этиловый или по-другому винный спирт. Страшная угроза для ЖКТ. Все продукты, подвергшиеся глубокой технологической обработке. Все, что хранится месяцами и годами в запечатанных упаковках. Все, что произведено химической промышленностью пищевой. И не стоит потреблять подсолнечное масло, потому что там очень много омега-6 жирных кислот и практически нет омега-3. А вот льняное масло, наоборот, или кунжутное. Ну, тем более органовое. Это да. Если у вас есть дисбактериозное состояние, проблемный стул, воспаление, учтите эти советы. Ну, насчет капустного сока. Выжимайте в соковыжималках. Но и не забудьте, что есть очень старая советская разработка. Это пропионовые симбиотические бактерии ИВИТА. Это уникальные средства, которые можно применять, начиная от грудного возраста и беременным женщинам. Там нет никаких противопоказаний. А напротив, будет только одна большая польза. Более того, даже при отравлении их можно принять 2-3 флакончика. И воспаление, и последствия отравлений пройдут. Ссылку я оставлю. По ней зайдите и почитайте про ИВИТА. Ну и, конечно же, гель-сорбент с хитозаном, который является и пищей для наших симбиотических кишечных бактерий. И средство, как сорбент мощнейший. И заживляющее средство для поврежденных слизистых оболочек кишечника. Вы спросите, а можно ли это совместно принимать? Можно, но только не сразу, а в течение дня текущего. По времени разнеся. Обязательно пройдите по ссылкам, прочтите про эти средства. И, кстати, видео про гель-сорбент, которое мы ведем с доктором, посмотрите непременно. Конечно, очень полезна квашеная капуста. Это же ферментированный продукт. К тому же, там витамина С, например, больше становится, чем в свежей белокочанной капусте. Видео про квашеную капусту у меня выходило, я вам его оставлю. И, к тому же, в квашеной капусте есть много полезных бактерий. Обязательно принимайте яблочный уксус перед каждым приемом пищи по одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды. За 5-7 минут перед каждым приемом пищи. Улучшится пищеварение, дезинфицирующие свойства желудка усилятся, будет только одна польза. Обязательно уберите сладкое из питания. Первым делом, не создавайте брожение и дополнительное воспаление. Очень важна здоровая желчь в достаточном количестве для здоровья ЖКТ. Конечно, не только для здоровья суставов, для переваривания, то есть эмульгации жиров, но и для кишечника. Потребляйте, ешьте чеснок, не бойтесь, вместе с салатами. Тем более, если у вас есть Сибор. Ведь чеснок это и прекрасный антибиотик, природный, натуральный и прекрасное желчегонное средство. Только не покупайте китайский, наш отечественный. Помните, непереваренные жиры это недостаток желчи. И главная проблема вздутия живота это недостаток желчи. В таком случае можете временно принимать желчные соли. И, конечно, менять свое питание. Я советую переходить на веганское кето-питание. Об этом у меня было в видео. Все обоснования вы найдете там. И ешьте, конечно, здоровую пищу, органические продукты. Вы скажете, где такую сейчас найти, можно найти. Или выращивать самому, уехав в деревню, на хутор, куда-то в глушь. Ну и некоторые люди так делают. Или покупайте эту пищу здоровую у тех людей, кому вы доверяете. Например, вы можете покупать ее у меня. И овощи есть сезонные, и та же капуста даже. И квашеная органическая капуста. И уникальные биодобавки. Посмотрите наш сайт nadgard.ru. Покупая продукты у нас, вы и здоровье получите. Сохраните здоровье. И большое хорошее дело сделаете для развития новых производств, технологий. Всего того, чем занимаюсь я и моя команда. Итак, ссылки на все то, о чем я говорил, я оставлю вам под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх. Подписаться, кто еще не подписан на мой канал. Нажать колокольчик. И выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok